А в Самарских садах в самом разгаре золотая осень, время созерцания и сбора выращенной красоты. Сейчас все силы брошены на позднеспелые сорта яблок. В Сергиевском районе на большой урожай не рассчитывали, но переменчивая погода преподнесла сюрприз. А фруктовые трудотерапии. Материал Сергея Павлова. Разбуди ее хоть ночью, все расскажет. Где растет какой сорт и когда каждая яблонька посажена. Надежда Семеновна Лачина в садах работает 46 лет. Помнит, как хозяйство создавалось, как увидало в начале нулевых, а сейчас снова расцвело. Гордая заявляет, значит дома на печке сидеть не придется. Привыкла, наверное, уже к свежему воздуху, к работе. Когда работаешь, дольше будешь жить. Это трудотерапия. Ой, свежий воздух, залог здоровья. Пахнет хорошо. В общем, хорошо, в раю как. Вот и других приучает ухаживать за деревцами, что дают молодильные плоды. Яблоневый сад, точно институт благородных девиц. Эталонным сортам прививают изящные манеры. Делаем им красивые, правильную форму, чтобы было три скелетных веток обязательно. Чтобы потом уже на следующие года, два-три года проходит первая скелетная ветка, вторая скелетная ветка происходит. Все это формируем. Как бы по-человечески, скажем, делаем им прическу, делаем им красивыми. Их красивыми вообще. Хотя этой весной было не до райских красот. Из-за холодов пчелы редко наведывались в сад. И цветение прошло почти без опыления. Плодов завязалось куда меньше, чем обычно. Дождливое и жаркое лето вернуло оптимизм. Яблоки набрали сахара и поправились в талии. Мы собрали товарную яблоко больше, чем в 2016 году. Но сбор еще не закончен. И он будет продолжаться где-то 8-10 дней. Сорванные с веток плоды отправляются в хранилище. Там при специальном температурном режиме урожай может храниться до начала следующей весны без потери качества. Работники фруктохранилищ совмещают здесь приятное с полезным. Они не просто бережно хранят выращенный урожай, но и проходит курс бесплатной аромотерапии. Запах здесь царит действительно невообразимый. Медово-пряный букет с нотками кислинки. Одним словом, райское наслаждение. На хранение заложат полторы тысячи тонн яблок. Остальная продукция, что упала с деревьев или потеряла товарный вид, отправится на переработку в пюре. Золотая осень в садах завершится не сбором урожая, а посадкой новых молодых насаждений. Сергей Павлов, Александр Дудко. Новости губернии. Сергиевский район.